Близятся выборы. 8 сентября в большинстве регионов России состоятся выборы. И прежде всего будут россияне выбирать губернаторов в целом ряде субъектов, а также парламенты, местные парламенты. И накануне этих выборов фракция КПРФ хорошо понимает, что у нас есть достаточно высокие шансы набрать заметно больше голосов, нежели мы в тех же регионах набирали ранее. И в этих условиях, конечно, важное значение приобретает честность выборов, правильный подсчет голосов. В профилактике всякого рода фальсификаций и мошенничеств важную роль играет уголовно-правовая составляющая, уголовное судопроизводство. У нас есть в Уголовном кодексе две статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за фальсификации итогов голосования и фальсификации избирательных документов. И, к сожалению, эти статьи работают, что называется, слабо. Мы знаем множество примеров, когда сообщения о совершенных на избирательных участках фальсификации не регистрируются правоохранительными органами в качестве преступлений, проверки по ним не проводятся, уголовные дела не возбуждаются при наличии всех необходимых поводов в основании. И, наконец, если дела и возбуждаются, то они, как известно, расследуются месяцами, а зачастую и годами. И в этих условиях, конечно же, приобретают очень важные значения жесткий контроль и честная работа правоохранительных органов. Но если дела и доходят до суда, то в суде к этим нарушителям, к фальсификаторам относятся как к каким-то мелким шалунам. Ну, скажем так, статьи, о которых я сказал, уголовного кодекса, они предусматривают ответственность до четырех лет лишения свободы. Но за пять лет, вот я проанализировал статистику, за пять лет ни одного приговора нет к лишению свободы. Все приговоры это либо условное лишение свободы, либо штраф. Другого ничего нет. Мы знаем печальные, у нас множество печальных примеров разрешения сообщений о преступлениях в этой сфере. Но самый печальный пример, это, конечно же, пример по Приморью, где в сентябре прошлого года происходили массовые фальсификации. При выборах губернатора там конкурировал кандидат от Единой России и от КПРФ. Так вот, Центральная избирательная комиссия признала, что выборы прошли с грубым нарушением закона. По инициативе Центральной избирательной комиссии, комиссия Приморья отменила результаты этих выборов. Были назначены новые выборы, и в правоохранительные органы поступил целый пакет всякого рода жалоб и заявлений о совершенных преступлениях. Но уголовные дела по сей день не возбуждены, хотя факт фальсификации, повторяю, признала и Центральная избирательная комиссия, и Краевая избирательная комиссия. И наши наблюдатели выявили просто невероятные подтасовки, невероятные фальшивки и мошенничества, которые история России просто-напросто не знала еще. Ну, по крайней мере, они никогда не фигурировали в официальных документах, такие факты. Может, они и были, конечно. Вот наши контролеры от КПРФ, например, только по Уссурийску, по 19 избирательным округам нашли такие факты, что действительно за кандидата от Единой России проголосовали 6 тысяч, а в итоге, значит, в отчетах было поставлено не много, не мало 25 тысяч. Вот такие завышения. В этих условиях, конечно, очень важно добиться сейчас нам возбуждения уголовного дела. Мы занимаемся этим целый год. Геннадий Андреевич Зюганов направил на днях обращение Чайки к генеральному прокурору. Есть надежда, что все-таки дела будут возбуждены. Но важно не только добиться возбуждения дела, важно добиться широкого информирования населения о том, что все-таки дела возбудились. И, наверное, для того, чтобы не происходило больше таких явлений, надо бы особое внимание к этой проблеме со стороны президента. Мы искренне надеемся, что президент все-таки скажет свое твердое слово, пообещает потенциальным мошенникам, что они будут строго наказаны за такие факты. Ну, а мы ему в этом деле будем помогать. Вести, приходящие из регионов в рамках выборной тематики, становятся все более тревожными. Недавно из Карачаева-Черкесии вернулся наш небольшой депутатский десант. Три депутата Государственной Думы – Парфенов, Куренной и Ющенко – ездили туда по поручению Центрального комитета. Мы провели там встречи с населением, поскольку ситуация в республике сложилась просто вопиюще. Впервые за уже очень много лет состоялся прецедент, когда весь список кандидатов в региональный парламент был снят, был снят по суду, причем по абсолютно произвольному, на наш взгляд, решению. Все средства массовой информации сходятся на том, что судья, который выносил этот приговор, является карманным судьей клана Арашуковых, сам Арашуков – СИЗО, но Арашуковщина еще осталась. У нее уже проводили обыск представителей Следственного комитета по подозрению причастности к этим делам. Должен сказать, что по абсолютно формальным основаниям, отклонив все ходатайства, все наши заявления, состоялось это судебное решение, и в тот же день, буквально через час, избирательная комиссия, специально для этого собравшись, даже не получив решения на руки, подтвердила его. О чем это говорит? О том, что власти республики, видимо, в течение долгого времени считали, что могли действовать по принципу «я здесь царь и бог, я команду, и я определяю, кто от каких политических партий выдвигается», и, наконец, натолкнулись на серьезное сопротивление именно со стороны представителей нашей партии, со стороны ее руководящих органов. Мы отстаиваем свою политическую субъектность, мы отстаиваем свое право самостоятельно, как партия, как политическая сила, определять, кто находится в наших списках, на каких местах и как идет. Поэтому то, что власти пытаются таким образом грубо вмешиваться в наши внутренние дела, мы считаем абсолютно недопустимым, и поэтому сейчас проводится большая работа по противодействию такого рода подходам. 18 числа состоится Верховный суд Российской Федерации, на котором должно быть принято решение. Мы рассчитываем на то, что власти страны и, в общем-то, наше судейское сообщество найдут в себе силы, политическую волю действовать в соответствии с законом и отменить то решение, которое принял Верховный суд Республики. Мы убеждены, и мы хорошо понимаем ситуацию, мы отдаем себе отчет в том, что некоторым людям в больших кабинетах, возможно, пришла в голову идея, что в условиях падения рейтинга власти и в условиях роста рейтинга КПРФ нужно брать на вооружение стратегию сдерживания коммунистов. И Карачаево-Черкесию в этом смысле выбрали как некий пилотный проект. Но очевидно, что это было крайне неразумное решение, потому что власти действовали очень топорно, нагло, скандально, и сейчас к Республике благодаря этому привлечено внимание всей страны. Мы убеждены, что ничего у них не выйдет, поэтому будем добиваться справедливого решения. Встреча с населением прошла очень хорошо, более 500 человек пришли, высказали нам свои вопросы, высказали и свое возмущение той ситуации, которая сложилась в Республике, огромная социальная неустроенность, 25% безработных, самые низкие в России зарплаты, поэтому ситуацию нужно исправлять, и сделать это может только здоровая политическая конкуренция, в которой коммунисты, безусловно, должны принимать участие. Отстранять их по произволу категорически недопустимо, поэтому наша партия будет бороться. К сожалению, не только в регионах такая ситуация, но и в Москве похожим образом выстраивается избирательная кампания по выборам депутатов Московской городской думы, массовые и повсеместные нарушения в самых разных формах. Электронное голосование подтверждает все наши опасения о том, что это не более чем инструментарий, с помощью которого власти будут пытаться удержать свое господство. Та рабочая группа техническая, которая была создана, это чистой воды профанация. Ни одному из программистов не было предоставлено даже строчки программного кода, который был обещан, и в этом смысле контролировать программное обеспечение, которое будет помогать этой системе работать, ну совершенно невозможно. Более того, по округам идут массовые нарушения самого разного свойства. Вы знаете, что по Москве уже прокатилась протестная волна в связи с недопуском целого ряда людей до участия в избирательной кампании. Но против коммунистов давление носит абсолютно организованный и целенаправленный характер. Уже сейчас мы можем сказать, что наших представителей не допускают в целом ряде избирательных округов или чинят все всяческие препятствия для проверки подписей кандидатов от власти и спойлеров от самых разных политических организаций. Такая ситуация сложилась на 13-м, 27-м, 40-м, 42-м, 44-м округах. В ряде округов продолжается откровенный произвол и просто наглое воровство агитационных печатных материалов уже прямо из почтовых ящиков граждан, куда они были разнесены. 37-й, 38-й, 42-й округа. На одном из округов нашего кандидата Тимура Абушаева сняли опять же с привлечением суда, потому что в его справке отсутствует слово «отсутствует». Ну то есть просто большую юридическую казуистику и вздор, но сложно себе представить. При этом продолжается вакханалие с тем, что в целом ряде округов просто нагло пропихнули через самовыдвижение или от разных организаций откровенных спойлеров, однофамильцев, которые должны мешать именно нашим кандидатам, кандидатам от КПРФ в их политической борьбе. Против кандидата Дашкова выставили Дашкевича, против кандидата Александра Ефимова выставили Игоря Ефимова, против Павла Тарасова выставили Антона Тарасова, а против Андреевой Александры Сергеевны выставили Андрееву Александру Александровну, которая поменяла фамилию сразу после того, как состоялось выдвижение. Поэтому мы видим, что есть целонаправленная кампания, подтянуты большие силы, огромные организационные финансовые ресурсы для того, чтобы ставить палки в колеса именно нашей коммунистической партии, именно для того, чтобы всячески навредить ее избирательной кампании. Мы убеждены, что этому курсу обязательно нужно поставить заслон, потому что если Московская городская дума и в новом созыве будет состоять из безголосных людей, которые не готовы действовать не по указке исполнительной власти, то это приведет к полному коллапсу в городе. Это не пустые слова. Сейчас, пока мы с вами общаемся, в Государственной думе проходит круглый стол по радиационной безопасности, и эта тема чрезвычайно актуальна для Москвы. Вы знаете, сейчас по всему городу реализуются проекты строительства транспортных магистралей, хорд. И вот одна из таких хорд, юго-восточный, должна пройти через район Текстильщики, на котором расположен бывший московский полиметаллический завод. Он уже не функционирует, но в середине прошлого века там был накоплен большой объем радиоактивных отходов, которые сейчас располагаются на его склонах. Хорду планируется провести в непосредственной близости от территории этого завода. И чтобы вы понимали, это составляет огромную опасность для нашего города. Сначала активисты, общественники, а затем и сотрудники МЧС с представителем ФГУ Радон проводили замеры радиационного фона. Так я вам могу сказать, он составляет более 6000 микрорентген в час, то есть в 400 раз больше предельно допустимой нормы. Как вы понимаете, если на этой территории состоится стройка, если будет построена хорда, если затем автомобили будут ездить через всю Москву, это приведет к тому, что радиоактивная пыль будет разнесена по всему городу, и это будет эквивалентно взрыву в Москве, в столице нашей Родины, ядерной бомбы. Вот сейчас у нас все смотрят сериал «Чернобыль». Ну вот, пожалуйста, Чернобыль пожалует к нам в самое сердце столицы, и радиационный фон будет примерно как в Припяти. Если московские власти в угоду своим добрым отношениям со строительной олигархией, со строительным сектором готовы пойти на это, то мы категорически против такого подхода. Мы считаем, что как раз именно выборы могут наконец позволить спокойно возвысить свой голос за то, чтобы не было этого проекта, за то, чтобы градостроительная политика наконец вошла в разумное, в конструктивное русло, чтобы убрать из него откровенный волюнтаризм и чистое безумие, сопряженное с гигантским риском для миллионов людей. Мы понимаем, что если будет разнесена эта радиоактивная пыль, то это приведет к резкому скачку онкологических заболеваний, смертности, ну и к невиданным горестям и бедам для наших людей. Поэтому мы убеждены, что этому можно поставить заслон, а для этого нужно хорошенько отмобилизоваться, для этого граждане должны наконец уверить в собственные силы, понять, что от их голоса кое-что зависит, прийти на выборы, поддержать коммунистическую партию, 8 сентября записываться еще и поработать наблюдателями, чтобы воочию убедиться, какие зачастую манипуляции и фальсификации применяются на выборах. И вот если все это сделать, если не допустить произвола, тогда я убежден, что и наша столица, и наша страна будут развиваться спокойно, эффективно, быстро, динамично, а самое главное, это развитие будет социально ориентированным. Так что приглашаем всех поддержать нас. Спасибо.